Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой сервер HOP для майнинг симулятора 2. Для этого нам как всегда требует защит. Буду использовать свой личный под названием Star. Также ссылочка на него как всегда будет в описании. Самое главное перед началом зайти в настройки и выбрать DLL от Cronel. У меня уже выбрано, все отлично. Далее возвращаемся в главное меню и нажимаем на кнопочку Inject. Просто с DLL от Cronel работает намного лучше. То есть с VRDEVS тоже в принципе работает, можете использовать, но там чуть похуже будет работать. С Cronel все-таки там получше. Он будет и сундуки собирать, и перезаходить, и все остальное. Вставляем теперь скрипт. Мы уже заинжектились. Также DLL от Cronel требует ключа. Как видели у меня была вот эта панелька. Я уже ключ получал, проходил. Кто не проходил, у вас откроется вот эта панель. Она будет светиться, она не пропадет. Вы копируете ссылку, которая там написана. Далее в поисковую строку браузера вставляете эту ссылку. Проходите первую капчу. Далее ждете 15 секунд и заново вставляете эту ссылку в поисковую строку браузера. Вот. И так нужно получается сделать около 4 или 5 раз. И в самом конце у вас уже появится ключ. Вы его копируете, вставляете вот в это окно, которое у вас высветилось, и нажимаете Enter. И все. И вы автоматически уже будете заинжектины. Действует это на протяжении дня. То есть вы можете хоть 100 раз перезайти, и вам заново ключ получать не нужно. То есть только на следующий день потребует еще раз получить ключ. Вот. Ладно. Давайте начнем. Нажимаем на кнопочку Inject. Все. И ждем. Происходит это не быстро. Буквально где-то минуту. Скрип, получается, думает. И начинает уже искать сундуки. Вот, как видите. Я пролетаю, получается, сейчас все локации. Это специально сделано для того, чтобы скрип смог найти больше сундуков. Так, все. Как видите, он пролетел, смог найти сундуки. Вот. И сразу тпхнул меня на легендарный. Собирает он, получается, только легендарные и эпические. Если вы хотите, чтобы он собирал абсолютно все сундуки, значит, смотрите. Вот здесь, где написано название, вы также дублируете их. Допустим, мы копируем эпик. Далее нажимаем Enter. Вставляем. И вместо эпик тут, допустим, пишем какой там есть голд, вроде бы. Вот, голд. Все. И после этого у вас, получается, будет собираться легендарный, эпический и голд. Так. Кстати, пока объяснял. Все, мы уже перезаходим на другой сервер. То есть, на том сервере, получается, скрипт собрал все сундуки, эпические, легендарные, и сразу перекидывает на другой. Заново инжектиться не нужно, потому что вы, грубо говоря, не перезаходите в игру. Вы просто в этом же открытом окне ищите другой сервер и на него заходите. Ну, то есть, вы уже заинжектины. Вот. Нажимаем еще раз кнопочку Inject. И сейчас опять скрипт около минуты будет думать и начнет собирать сундуки. Я думаю, в принципе, более-менее понятно вам объяснил, что как. Как видите, меня заново заинжектиться не пропросило, потому что я, грубо говоря, не перезаходил в Роблокс. Также такое иногда бывает, то что... О, вот. Как видите, сейчас стал золотые сундуки собирать, потому что я написал голд. Надо убрать. Ну, короче, лучше всего фармить это, естественно, эпические и легендарные. Это самые хорошие сундуки, потому что с них падают, получается, гемы. Вот. Конечно, сейчас я их, как понимаю, долго собирать буду. Хотя, как видите, золотых тоже, кстати, падает. Гемы. 5 гемов выпало. Но гемы очень редко падают, мне кажется. И считайте по 5 штук всего лишь. Это довольно мало. Но золотых очень много на карте. В принципе, золотые можете фармить, если вам нужны монеты. Более-менее быстро сможете накопить на что-то, если на что-то копите. Вот. Но лучше все-таки именно только легендарные и эпические собирать. Вот. И таким образом, кстати, я уже накопил, получается, на прокачку своей кирки почти максимальную. То есть, у меня уже кирка по максимуму прокачена. Вот. И сейчас я вам еще покажу, что я прокачал из ачивок для, получается, профиля. Не знаю, как они там называются точно. Вот. Недавно вот обновление выходило. Сейчас я вам покажу, что успел я там прокачать. Не знаю, насколько долго я сейчас собирать это все буду. Но самое главное то, что это работает, в принципе, довольно круто, как видите. Сразу меня ТП ходит на сундук, и он собирается. Ну, вот сейчас не сразу, конечно, иногда бывает вот такое, но ничего страшного. В итоге все равно сундук соберется. Так, сейчас эпические. Отлично. Интересно, долго осталось или нет. Я думаю, что золотых все-таки очень много сундуков. Также иногда, кстати, сундуки бывают просто под полом, получается, на определенной локации, как видите. Тоже странно. Это, конечно, сделана система, то, что они там вообще появляются. По идее, такого не должно быть. Потому что их без чита нереально будет собрать. В принципе, никто не знает, что они там могут вообще находиться. Так, ладно, тогда давайте сейчас попробуем нажать кнопочку инжект еще раз. Потому что я не хочу больше собирать эти золотые сундуки. Если честно. Я не знаю, поможет это сейчас или нет. То, что я нажал инжект еще раз. Ну, вроде бы как должно помочь. Смотрим, будет он сейчас золотые собирать или нет. Так, ну, пока что не собирает. Все отлично. Значит, золотые сундуки. То есть, все, у вас уже желание пропадет. Можете просто убрать это название, заново кнопку инжект нажать. И все, он у вас перестанет собирать золотые сундуки. Так, все, бежим сюда. Сейчас посмотрим заодно, как это называется. Геман Чан называется. Окей. Получается, хедж спид я прокачал уже на максимум. Далее, пэт сторож. Ну, в принципе, это, кстати, не особо важно. Можете не прокачивать. Мидас Тоуч тоже прокачал, как видите, на максимум. Реверс пока что еще не прокачал. Думаю, займусь, в принципе. Открытие локации советую не прокачивать. Потому что, ну, с помощью чита вы, в принципе, эти локации открываете. Только зря потратите 1250 гемов. Ну, типа, смысла нет. Вот. И также про пэт сторож. Тоже смысла нет. Лучше прокачивать реберсты. Мидас Тоуч. Хедж спид. И вот этот слот, короче. Который дается дополнительно для питомца. Для одевания. И все, в принципе. Дальше можете просто копить гемы для следующего обновления. Ну, ладно. В принципе, на этом мы будем заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. С вами, как всегда, был Исбан. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.